До выборов остаётся чуть меньше месяца. За кресло депутатов в Госдуме будут бороться 14 политических партий и 5 кандидатов. Сейчас они активно общаются с избирателями. «Единорос» Дмитрий Погорелый запустил петицию с ключевыми темами для северян. В документе сейчас 4 пункта. Это введение полярок с первого дня работы и единого северного КФЦНД для всех, без исключения ямальцев, доступны авиабилеты и пенсии для коренных жителей. Об этом он недавно рассказал и муравленковцам. Было обращение работников почты, которые действительно с низкими заработными платами, это фактически на уровне минимального размера оплаты труда, живут в наших северных условиях. Поэтому сам текст петиции, который я подготовил, как раз направлен на повышение уровня дохода в северян и повышение качества жизни ямальцев. Свои отзывы на сайте петиции оставили больше 10 тысяч ямальцев. 80% подписавших документ поддерживают субсидирование всех авиаперелётов для северян по аналогии с Дальним Востоком. Отмечу, сейчас правительство округа субсидирует 34 межрегиональных и 28 межмуниципальных маршрута, а также действуют льготы на перелёты для многодетных семей. Другой зарегистрированный кандидат в Госдуму Елена Кукушкина сейчас активно общается с этнопартицами и избирателями в муниципалитетах округа, рассказывает о своей предвыборной программе. Также лидер окружного отделения КПРФ уже провела несколько одиночных пикетов. Кандидат от партии «Справедливая Россия» за правду Максим Лазарев также накануне посетил Муравленко. В своей программе он, как и его однопартицы, делает основной акцент на необходимости доступной медицинской помощи и возможности трудоустройства ямальских студентов. Если я, конечно, буду избран депутатом Государственной Думы, внести некоторые дополнения для того, чтобы наши жители нашего региона жили экономически стабильнее. То есть это, конечно, и связано с медициной, и связано с образованием. Большой вопрос, который рассматривает наша партия уже на протяжении более года, это вопрос пенсионной реформы. С предвыборной программы либерал-демократа Ивана Вершинина можно ознакомиться на его страницах в социальных сетях, где он регулярно публикует основные тезисы. Кандидат считает, что на Ямале необходимо развивать собственную систему здравоохранения, предлагает создать в округе собственный вуз и усилить строительный надзор. Зульфия Фарвазова, Татьяна Козырь, Сергей Лукович, Виталий Седняев, Новости, Муравленко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова